Это первый компьютер, номер один, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее. То, что мы не можем создавать какие-то процессоры, пока программные обеспечения и так далее. Самое лучшее. И создать этот компьютер. Честно скажу, в нем меньше 20% сегодня, около 12 белорусского. К концу года будет 30. Но важен сам факт. Вы его потом можете пощупать. Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт», пощупал его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Ну что ж, давайте пощупаем. Народ, всем привет, с вами Велсаком. Как только я узнал, что в Беларуси на заводе «Горизонт» делают H-Book 15 Mac 4. Именно так он называется. Но для простоты это белорусский MacBook. И его даже можно не просто, но купить здесь, в Москве. И я... Чё, чё тянуть? Зашлите. Прямо в это, вообще в грудь. Это... Это чё вообще? Это что, топовый MacBook Pro на M2 Max? Родом из Дубайска? Нет, это вообще нам не нужно. Это вон туда попадает. Давай по красоте. Вот это технология. На самом деле, ну, белорусский компуктер. Чё бы нет, подумал я. И действительно в этом есть какой-то, понимаете, какой-то прикол в этом есть. И особенно забавно то, что купить его было непросто. Типа нельзя зайти на Яндекс.Маркет и вот так вот это сделать. Видимо, это будет доступно чуть позже. Но он только-только появился вот именно в рознице. Поэтому я поехал куда? Правильно, на склад. И вот как это было. Ну что ж, лечу по трассе М11 в благостный Зеленоград. Потому что там, за горизонтом, находится мечта. А именно, горизонт Хэ-Бук. Это ли не счастье, это ли не величие? Только белорусский MacBook может поднять меня в 9 утра. Чтобы я подорвался за мечтой, понимаешь? Так, ну что ж, мы на локации. Вообще мне нравится. Знаете, я считаю, что когда ты просто заказал с доставкой. Хотя там на самом деле можно заказать с доставкой. Но с деком типа 1-2 дня ждать. Никакого удовольствия. А когда ты приехал вот в такие вот приятные совершенно пейзажи. И идешь вон туда, то это надо выстрадать. Это намного более ценно. Но на самом деле забрал в лучшем виде. А я, конечно, типа вам наводил жуть. Но по сути склад и склад. Просто когда очень надо, Валя едет на склад. Потому что хочется смотреть горизонт. Ну а теперь вон туда. Светлое. И срочно распаковывать. Но самый прикол знаете в чем? На сайте горизонта его можно заказать доставкой с дек 1-2 дня. Я так и сделал. А потом такой нет, поеду сам. Соответственно, связался с офисом. Платил по безналу. Съездил на склад. Садимся снимать видос. И ровно в тот самый момент, сейчас без шуток, как я сел за этот стол. В дверь звонит курьер. И засылает мне вот такую радость. Оказалось, что мы доставку с декто не отменили. И он нам прилетел. Теперь у меня 2H-бук. И как минимум горизонт пару ноутбуков уже продал. Ну и конечно же, что мне с ними делать? Этот оставлю себе. Этот вот прям в таком виде отправлю вам. Конкурс, народ, как вы любите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кликайте кнопку участвовать непосредственно в нашем телеграм-канале. В общем, полные правила в описании. Как обычно, максимально просто. Через неделю кто-то из вас станет... Ну, хочется верить счастливым обладателям. Сейчас мы выясним, насколько вот этой радости. Заберете либо у нас в Москве на студии, либо отправим с деком. Ну что ж, не знаю, как вы, а я готов. Поехали. На самом деле, очень стилевая буква H. Как знаешь у Hermes. Вот этих ребят. То есть, ты сразу чувствуешь, что, ну, это уровень. Белорусский продукт. И... Ой, не мог. Один раз, один раз. Один раз за этот ролик, и все. Вы знаете, вообще я сильно против всех вот этих вот тупых стереотипов. Потому что, ну, камон, это так попсово, это так обыденно, это так уже заезжено. И поэтому мы, конечно, наконец-то откроем полноценно наш непосредственно ноутбук. Там остался кусочек пенопласта, все это удаляется. Вот так вот замечательно мы это все раскладываем. Это, кстати, мы случайно помяли, потому что криворукие. Единственное, единственное, мне приехала прямо сейчас крошка-картошка, поэтому я буквально на минуточку прервусь и вернусь к вам уже, так сказать, на сытый желудок рассказать про кайфы. О, звонит, подожди. Алло. Здравствуйте. Что-то сурово сразу как-то. Я говорю, Валентин? Ну? Здравствуйте. Почему же к вам невозможно дозвониться на протяжении 20 минут? Подскажите мне? Я здесь по линии доверия. По линии чего? По управлению Монороссии по городу Монороссии. Так, да-да-да, я ждал ваш звонок. Просто мошенники кругом, понимаете? И опасно, опасно, поэтому нельзя брать телефон от первого встречного. Слушайте, давайте поднимаем видеоролик. Так мы и снимаем видеоролик. Вы сейчас в кадре практически. Я говорю, мы ролик и снимаем, а... Так это мне передать привет на всех подписчиков? Да-да-да. Скажите, подписывайтесь и ставьте лайки. Вот так вот сделаем. И идите на банкомат. Не, на банкомат не надо, зачем? Давайте, подписывайтесь и ставьте лайки. Вот так делаем. Надо идти, надо идти на банкомат. Я просто купил белорусский макбук, и денег-то на карте сейчас нет. Ладно, я чувствую это надолго. Спасибо. Вот так народ и живу, представляете? Послевали базы данных, а мне звонят. Я так-то, в общем-то, выкупаю и всех их шлю. Даже не то, чтобы нахрен, а в принципе не беру телефон. Но ради вас могу пообщаться. Значит, смотрите. Крошка-картошка не подводит сколько уже? Лет 20? Как всегда плохо. Зато и любим. В комплекте, ну, во-первых, коробка, кстати, из-за, как это сегодня модно, такого очень прикольного картона, перерабатывается все это в лучшем виде. И мне очень импонирует вот эта наклейка, где написано, что сделано, изготовлено в республике Беларусь. Это хорошо. Это реально здорово. И вообще, давайте так, несмотря на все наши душные шутейки, у меня нет настроения здесь что-то дико гагакать по поводу этого компьютера. Сейчас объясню, почему. Потому что я купил его за 43 тысячи рублей. И это конфигурация на Core i3 процессоре 11-го поколения, 256 SSD, Windows на борту, 8 гигов оперативной памяти. То есть это такой базовый-базовый уровень. В линейке будут модели и по наворочению, понятно дело. Но это такой вот entry-level. И при этом мы с вами знаем, что сейчас на российский рынок идут в том числе китайцы. MyBandBand, Tecno, Megabook и прочее. Я посмотрел, и вы можете взять MyBandBand подешевле, да. То есть он будет на Ryzen, но с линуксом, зато побольше SSD. Либо вы можете взять тот же Megabook T1. Он будет чуть дороже, и там уже будет тоже 512 гигов SSD, 16 гигов оперативы, Core i5. Ну и ценник чуть выше. То есть в принципе маневр есть где, да. Но вдруг вы не любите китайские товары? Вы хотите, чтобы вот, ну, условно отечественное было? Пожалуйста. Поэтому давайте смотреть абсолютно беспристрастным взглядом, насколько это конкурентно способный продукт. Значит, как я и сказал, руководство пользователей, это мы случайно погнули. Опять же, здесь тоже написано, изготовлено в Республике Беларусь. Все как положено. Здесь же у нас перечень авторизированных сервисных центров и... А, серьезно? Короче, есть только в Минске. А, так вот, распечатано. Что-то я говорю-то. А, ну так все, вопросов не имею, смотри. Вот так тебе прямо город Абакан, город Анапа, Якутск. В общем, география обширная. Вот сколько сервисных центров у ребят. Значит, здесь рассказывается, что это за компьютер, гарантийный талон. В общем, все окей. Стоит отметить только, что это не А4 такой, знаете, дохлый. Это прям типография. Ты чувствуешь? Прям вот прям лист. А мы отмечаем такие вещи. Почему нет? Возможно, что 12% этого ноутбука, это как раз коробка и бумажка. Ну, имеется в виду именно белорусская. Да, по-моему, дело, что это и собирается в Беларуси. Но, как мы слышали в начале, комплектующий, понятно дело, не белорусский. Ну, так опять же, у меня с этим проблем нет. Сегодня ни одна страна мира не может собрать 100% оригинальный отечественный компьютер. Ни американцы, ни китайцы это не будет так работать. Потому что здесь процессоры, тут память, тут корпуса, там производство и так далее. Давайте посмотрим на блок питания, потому что интересно, как он выглядит, в свою очередь. Ну, давайте так. Блок питания, в общем-то, стандартный. Здесь у нас вот такой DC-in штекер. Интересно, заряжается ли он по USB-C, хотя, наверное, вы скажете, от такого уровня продукта и нет смысла особо требовать подобных вещей. Здесь у нас стандартный такой вот трехжирный, пожалуйста, коннектор и адаптер сетевой. Сделано в Беларуси. Вот мы еще несколько процентов нашли, понимаешь? Адаптер сетевой тоже белорусский. Но что? А что бы нет? Ну и вот он, компьютер, ради которого мы все сегодня собрались. Во-первых, у него брондированная, простите, вот эта штука, да? То есть, не какой-то целлофан, не какой-то там пакет, а серьезная вообще, как макбуки, понимаешь? У-у-у, цвет. Я не понимаю, почему он синий. Он какой-то странный синий, причем, я не знаю, что есть ли у этого цвета какое-то оригинальное название, но он такой прям интересно синий. Понятное дело, что он, хотя нифига, ну, как будто это пластик, а может и не пластик. Нет, ну, видно пластик. Здесь у нас логотип заклеен для сохранности. Давайте снимем вот эту вот бумазочку. Вот так вот, чтобы красиво было. Это, это, это неплохо. Это вполне себе. Значит, здесь у нас опять же написано «Изготовлено в Республике Беларусь». Понимаешь, опять же, вот ты смотришь на заднюю панель, а тут написано «Изготовлено в Беларуси». Плохо? Да отлично. И сразу наш белорусский макбук должен пройти тест на классический макбук, можно ли его открыть двумя пальцами, так, чтобы он остался на столе. Ну, скажем так, не без приколов, но можно. И внутри, опять же, давайте обратим внимание, специальная штучка. Здесь у нас почему-то какой-то заляпанный немножко, немножко, чуть-чуть заляпанный, тем не менее, вот такой вот раз. 15,6 дюйма диагональ, матрица матовая, Full HD, вот такой вот трекпад без кнопок, достаточно приколдесный. Одна наклейка Intel Core i3, здесь значок DTS, как бы говорящий нам о том, что здесь хороший звук. Кнопка питания, клавиатура с нампадом, маленьким, но все равно полноценным. В целом, клавиатурка, вы знаете, клавиатурка не позорная, сразу вам скажу, я уже по механизму возврата чувствую, что этим достаточно комфортно пользоваться. При этом локализованная, да, то есть она русская, и это не какая-то наклейка, где-то там сделанная на складе. Это завод, и это очень круто. То есть вы знаете, вот кроме шуток, да, дороговато, причем я полез на белорусский сайт Горизонта, и там такая же конфигурация стоит 1599 белорусских рублей, что ровно 43 тысячи, то есть он прям вообще копейка в копейку заезжает. Мне кажется, что для полноценной конкуренции этот продукт стоит, должен чуть-чуть дешевле, чтобы мы сидели и говорили, самый доступный, белорусский, кайфовый, вау. Сейчас у него есть конкуренция, потому что еще раз, 3 тысячи кидаешь вверх, покупаешь мегабук кайфовый, чуть меньше у тебя Мэй Бен Бен живет там рядышком. В общем, этим ребятам придется плечами и локтями расталкивать китайцев весьма уверенно. Но заход мне нравится, это нормальный, абсолютно рабочий компьютер с предустановленной, что важно, Windows 11 Home Edition. Давайте его включать, настраивать, и я вернусь к вам через секунду, когда мы в него уже будем нажимать пальцами. А, подожди, перед тем, как мы начнем его, собственно, смотреть, давайте позырим на разъемы. Тут у нас подключение питания, HDMI, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, вход-выход для микрофона наушников, индикатор работы, SD-мини-карты, еще один USB Kensington Lock, и еще какая-то странная штука с микрофоном, я не знаю, что это такое. Ну, в общем-то, по разъемам также претензий особых нет. Интересно, что у него с охлаждением. Ну, то есть, выглядит вполне себе, болтики все на месте, собрано прям нормалды. Опять же, мы же оцениваем в том числе сборку, правильно? Это же белорусский завод Горизонт. Собрано хорошо, никаких-то люфтов нет, никаких-то коцок нет, в общем, все прям нормал. Как прикольно вот эта анимация Windows 11 коррелирует с нашим корпусом, как будто бы так и задумано. Так, подтянулись какие-то ярлыки с моей другой учетной записи. Как я и сказал, Windows 11 трекпадом вполне можно пользоваться, ну, то есть, это вполне рабочая история. Здесь сразу залетаем на YouTube, заодно смотрим, что у нас по звуку, хочется понять. Яндекс предустановлен как базовая поисковая система, тоже благостно. Прямо сейчас система охлаждения, по-моему, дело активная, я не слышу никакого звука. Ну, то есть, вот в таком режиме а-ля смотрим YouTube-чик, он вообще не шумит, и это замечательно. Народ, всем привет, настроение ударится в ностальгию. И сегодня мы с вами отправимся в конец 2004-го, начало 2005-го, когда ты был ультрамодным. Если у тебя в руках была вот такая маленькая фигнюшка, которая называлась Nokia 7280. Ну, вы знаете, звук достаточно чистый, ничего не хрипит, не самый громкий из возможных. Хаушную, но тем не менее. Но даже какой-нибудь кинчик посмотреть, как будто бы можно, потому что, ну, вот знаете, звук, то есть, DTS, видимо, не просто так здесь сбоку логотип поставили. Как будто что-то делали. Экран меня устраивает, еще раз, IPS, Full HD, матовый, окей. Скорость работы, ну, здесь сложно докопаться, мы не будем тестировать в каких-то сложных задачах, потому что этот компьютер абсолютно не про это. Это вот открыть браузер и пошел вкладки. 8 гигов оператива, ну, типа, десяток вкладок хватит и достаточно. Заявлено 4350 мАч, 8 часов работы от одного заряда. Если мы ткнем на батарейку, то мы увидим, что прямо сейчас из коробки она у нас заряжена на 88%, и осталось вот при таких настройках, а это яркость, я так понимаю, что максимальная, да, да, ну, близкая к максимальной, работать он будет 4,5 часа. В принципе, я думаю, что на 100% 5+, он проработает, и этого тоже более чем достаточно для подобных задач. Работает ли зарядка от USB Type-C? Давайте проверим. И не работает, да, то есть никаких вообще движений. То есть придется заряжать только от комплектной. И это, конечно, минус. Ну, вернее, кроме комплектной, вы можете и другие купить, благо там характеристики не какие-то уникальные. Но иметь зарядку от USB-C сегодня уже, конечно, хотелось бы. Собственно, давайте проверим клавиатуру. Короче, клавиатура нравится. Если подсветка, подсветка есть. Она никак не регулируется, она либо есть, либо ее нет. Вот два режима. Но, тем не менее, она присутствует. Как базовый компьютер для работы с текстами, интернетом, какими-то суперпростыми задачами, типа там немножко фотографии покрутить, этой машины более чем хватит. Клавиатура нарядная, подсветка есть, дизайн адекватный, винда стоит, что тебе еще надо? Конечно же, мы не могли не открыть этот ноутбук, что мы и сделали. Крышка крепится на винтах и заклепках, а внутри обнаруживается весьма аккуратно собранный компьютер. Вот здесь у нас место под дополнительный SATA диск, пожалуйста, welcome. Сама память M2, один слот 8 гигабайт оперативной памяти, можете заметить на 16, стоит это копейки. Батарейка вот такая вот китайская. Здесь вот динамики, охлаждение. В общем, знаете, собран достаточно уверенно. Многие китайские ноутбуки производили куда худшее впечатление, когда мы смотрели им под крышку. Что хочу сказать в итоге, народ. Нормальный компьютер вполне себе. Ну, то есть никаких у меня вот внутренних противоречий он вообще не вызывает. Ну, единственное, что я изначально к цвету отнесся скептически, типа какого черта он синий. А сейчас понимаю, и хорошо, что он синий. И спасибо, что он матовый весь. За это отдельный респект дизайнерам. Я не знаю, существует ли подобная китайская история. Так часто бывает, да. Возможно, это взят какой-то ОМ-референс китайского собрата. И он просто собирается в Беларуси на заводе Горизонт. Такое может быть. И в этом тоже нет какого-то жуткого криминала. Почему нет? Если он собирается там, если люди работают, я только за. Но это, правда, не стыдный продукт. Типа, окей. Но, как это часто бывает, как было с Яндекс.Фоном, вопрос к цене. Вот еще раз. Мне кажется, что подобные решения должны залетать вот прям, знаешь, прям в сердце тебе очень крутым дисконтом. Возможно, подобное будет происходить. И мне кажется, бренду на этом поприще нужно завоевывать себе баллы как раз очень-очень адекватной ценой. Что, в принципе, кстати, китайцы и делают. То есть на него цена-то хорошая, но китайцы просто настолько жестко демпингуют, что они предлагают решение по изощрению. Давайте 33-35 тысяч рублей. Это был бы вообще топ of the top must-have в этом сегменте. Просто как компьютер, через который ты ходишь в интернет и нажимаешь кнопки. А вопросов нет. В общем, вот такой вот, ребята, хэ-бук. Он же белорусский MacBook. Он же компьютер, который не разочаровал. Спасибо, что смотрели это видео. Напоминаю, что ровно такой же мы разыгрываем. Подписывайтесь на канал в любом случае. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. И совсем скоро увидимся. Собственно, где-то там MacBook валяется. Надо бы его распаковать. Я еще заказал самый-самый-самый топовый за 500 тысяч рублей. MacBook Pro M.2 Max 96 гигабайт оперативы. 8 терабайт SSD. В общем, там будет красиво. Пока.